Приветствую, это Максим Джабали, и вы попали в систему взлома планирования. Это второе уже видео в серии про русских лентяев. И сегодня я выдам вам первую часть рекомендаций по каждому типу. То есть вы сможете, в зависимости от того, как вы определили свой тип, к какому типу вы относитесь, к одному, к двум, может быть, вы сможете применить рекомендации, причем у вас может быть или одна, или две рекомендации, соответственно, для вашего типа. Итак, первое. Для человека дуэра я подготовил технику цианистой калии. Человек дуэр, дорогой, убей текучку, вот выйди просто из текучки. Я знаю, что у тебя постоянно все завалено, постоянно новые дела, ты не можешь расслабиться, постоянно вот ты только расслабился, обязательно кто-нибудь подойдет, даст новое дело или новую задачу, что-нибудь, обязательно появится, ты никому не можешь делегировать, ничего, постоянно занят, круглые сутки, нет работы, не бывает просто такого, чтобы не было работы. Но среди этой работы очень много текучки. И для того, чтобы ты вообще посмотрел, что происходит в твоей жизни, какие задачи на самом деле забирают все твое время, вот просто денек отдохни, вот всего лишь денек. Просто выгрузься из этой текучки, подумай, чем ты занимаешься, подумай, сколько времени занимают у тебя повторяющиеся одни и те же задачи, сколько времени ты на них трачешь. Всего лишь один день. Вот выйди из текучки, самое главное, можешь сменить обстановку, поработать в другом месте, ну что угодно, чтобы ты вышел из этой текучки. Вот это твоя задача, если ты человек дур. Следующий, человек системщик. Дорогой друг, у тебя есть закон, не анализируй это. Вот как в том фильме, знаете, анализируй это, вот у тебя закон, не анализируй ты. Не нужно все систематизировать перед тем, как приступить к работе. Я знаю, что ты очень боишься совершить глупую ошибку, что вот ты начнешь делать, а там обязательно все окажется. Вот сто процентов, вот так как ты не мог этого предсказать и спрогнозировать, и ты совершишь какую-нибудь тупую ошибку совершенно, окажешься сам для себя полным лохом, еще в глазах окружающим. Тоже, я знаю, что ты этого боишься. Но попробуй не проводить столько времени над размышлениями перед тем, как работать. Ошибки неизбежны, тебе никуда от них не деться. Ну вот просто возьми, сделай, без анализа. Вот как получится, так получится. Это вот лично тебе задание, если ты человек системщик. Если ты человек фаерболл. У тебя есть метод идейного инбокса. Заведи блокнот идей. Это лучше всего делать в программе Evernote. Вот скачай ее себе, можешь в гугле так ввести, если не знаешь, программа Evernote. И вот там заведи прям блокнот, в который ты будешь складывать свои гениальные идеи, которые тебе приходят, я знаю, 300 миллиардов штук на день. И раз в неделю по воскресеньям. Приходи к этим идеям, открывай этот блокнот. И там вот в Evernote можно вставить теги, метки они так называются, сверху там. Можешь даже не в Evernote, можешь в блокноте писать. Это не имеет никакого значения. Где тебе удобнее? Но самое главное, помечай, когда ты запланируешь на внедрение эти идеи. Ты это сделаешь в конце этой недели. Или пусть идея еще обмозгуется, и лучше вот через месяц ты сядешь и подумаешь, когда тебе ее лучше внедрить. Или в квартальном планировании, или в полугодичном. Если ты, кстати, не устраиваешь такие сессии планирования, это значит, что ты еще не внедрил систему взлома планирования. Просто поставь себе напоминание в календаре. Посмотреть на свой список этих новых идей и выделить, какую идею когда я буду внедрять. Это просто великолепный инструмент. Ты не представляешь, сколько он снимает геморроя, всякого мыслей лишнего. Это действительно бесконечно рабочий инструмент. На внедрение прямо сегодня заведи блокнот идей и туда загружай все свои идеи. Следующее. Человек-интегратор. Какие следы про тебя? Для тебя принципы обиженного. Смотри, ты в любом случае кого-то обидишь своей работой. Ну, потому что всегда так получается. Ну, нельзя сделать какое-то важное дело, которое касается людей, чтобы оно всем понравилось, все были довольны. Ну, да, это просто невозможно. Невозможно у всех заранее узнать, понравится им то, что ты делаешь или нет. Особенно, если это какое-то новое внедрение в компании. Или какая-то задача такая неоднозначная. Поэтому твоя задача – просто забей. Вот хотя бы на ближайшую неделю. Ты из-за этого откладываешь очень много дел на потом. Ну, так же, как и другие люди. Человек-дуэр, как вы знаете, откладывает дела на потом, потому что постоянно у него работа. Некогда заняться важными делами. Человек-системщик откладывает, потому что ему еще не до конца все понятно. Он еще не совсем разобрался. Человек-фаербол не может дойти до важных задач, откладывает их на потом, потому что у него новые идеи выстреливают. Он ему некогда. А вот человек-интегратор, у него не доходят руки, потому что вот черт возьми, ну блин. Ну а если кто-то обидится, если ему неприятно будет, ну как же так? Ну и не хочется портить отношения. Вот принцип обиженного. Прими, что ты в любом случае кого-то обидишь. Ну ты не можешь этого избежать. Это в любом случае так будет. Просто смирись с этим и действуй. Вот это были рекомендации версии 1 по четырем типам русских лентяев. Напишите, к какому типу вы относитесь. Соответственно, какая у вас рекомендация лично для вас в комментариях напишите. Я с удовольствием прочитаю. И до встречи. В следующем видео мы разберем рекомендации второй версии. Еще по одной технике. По принципу для каждого типа. И у нас впереди еще будет несколько видео всего. Я для вас подготовил несколько рекомендаций. А конкретно четыре. Четыре рекомендации для каждого типа. До встречи. Это был Максим Джабаль.